Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. На наших экранах Брайан Суарес, аргентинский боксер, который сейчас вот взвешивается перед боем за вакантный титул IBO в полутяжелом весе, его оппонент британец Линден Артур. Здесь мы видим, что есть определенные проблемы у Суареса на взвешивание. Он перевесил аж целых 3 килограмма, поэтому титул этот стоял на кону только для Линдена Артура, который от боя не отказался, хотя мог бы. Дело в том, что он хотел встретиться с Суаресом уже достаточно давно. Их бой был запланирован на март, но неожиданно за 24 часа до начала боя, тогда Суарес с боя снялся из-за проблем со здоровьем. Но вот все-таки этот бой состоялся 1 сентября 2023 года. И получился, кстати, очень интересным. Я рекомендую, досмотрите до конца, вам это понравится. 32 года Линдену Артуру, 31 год Суаресу. Артур повыше немножко на 3 сантиметра. Оба примерно 6 лет вот на профессиональном ринге. И бой начался. Артур в белых перчатках, Суарес в таких синеватых. В самом начале боя Артур благоразумно держится на дистанции, двигается и использует джеб. Дело в том, что рекорд Суареса 18 побед, одно поражение и 17 побед нокаутом. То есть это явно жестко бьющий боксер. И Суарес, конечно, понимает, что ему нужно донести до цели свой удар. Потому что в техническом плане ему соперничать с Артуром очень сложно. 22 победы, одно поражение, 15 побед нокаутом. Рекорд Артура. Но Суарес знает, что этого британца можно сломать. Дело в том, что Артур это боксер, который нанес первое поражение Энтони Ярду. Тому самому, который дрался с Ковалевым и Бетербиевым. Но это был их первый бой. А во втором реванше как-то вот совершенно безвольно и пассивно Артур действовал и проиграл нокаутом. Но Суарес это боксер, который, в общем-то, таких называют клубные бойцы. Практически все свои бои он провел в Аргентине против неизвестных оппонентов. Единственный вот бой, который он проиграл, такой же проспект, как он сам нокаутировал его в первом раунде. И сейчас вот продолжает действовать джебом Артур. Но к четвертому раунду он решил, что уже можно начинать рисковать. Ему показалось, что противника он понял. Но если у боксера есть удар, мы знаем, что это всегда, в общем, дает ему какой-то шанс. Даже если ты клубный боец, а против тебя бывший чемпион Великобритании и стран британского содружества, один твой удар может развернуть картину боя на 180 градусов. Что мы сейчас и видим. Ошибся. Вот сейчас на повторе мы увидим, как ошибся Артур. Остался и нарвался на жесткий удар справа. Ему повезло, что это было буквально на последних секундах. Вот этого боя. Вот очень жесткий удар. Пятый раунд. В пятом раунде было видно, что Артур не восстановился. И Суарес это понял и попытался вопрос решить. И был, я вам могу сказать, достаточно близок к тому, чтобы совершить сенсацию. Ну, букмекеры давали примерно два к одному в пользу Артура, но они не учитывали вот эти жесткие удары справа. Один, еще один, как-то сумел устоять Линден Артур, но ему приходится спасаться в клинче. И, конечно, этот пятый раунд он тоже с треском проиграл. Шестой раунд. Артур пытается все-таки продолжать действовать джебом. Артур, ну, ему надо восстановиться все-таки от пропущенных ударов. Дистанция длинная, 12 раундов все еще может случиться. Но, между прочим, несмотря на то, что у него так много досрочных побед, я имею в виду Суареса, 17 из 18, у него есть опыты и длинных боев. Один раз тот, который он выиграл по очкам единственный, он прошел 10 раундов. Еще один раз было, что он нокаутировал оппонента в девятом. То есть это не тот боксер, который только в первые раунды прочувствовал профессионального ринга. Нет. 12 раундов он, конечно, еще не боксировал, в отличие от Артура. И сейчас вот в седьмом раунде он пытается действовать на средней и ближней дистанции. Но мы видим, что постепенно так вот Артур восстанавливается. Несмотря на то, что много бьет Суарес, но коэффициент полезного действия не очень высокий. То есть ударов много, а ущерба донести не получается. Плюс периодически Артур сам выбрасывает свои удары. Примерно такую же картину мы наблюдаем и в восьмом раунде. Постепенно к Артуру возвращается уверенность. Единственная проблема в том, что он, конечно, там вот в средних раундах, наверное, он их все проиграл, и вопрос, что там считают судьи. Девятый раунд. То есть бой подходит постепенно вот к чемпионским раундам. И опять Артур оказывается близко и уже снова, как и в четвертом раунде, идет в размен. Но сейчас он более внимателен и явно смотрит за правой рукой своего оппонента. Хорошая комбинация в конце раунда. Десятый раунд. Продолжает действовать на средней дистанции. Артур ищет здесь свой шанс. И он его находит. Удар по корпусу в область печени. Очень жесткий удар. Сейчас мы увидим его на повторе. И на счет 10 Суарес не смог подняться. Ну что, титул Айбео в полутяжелом весе нашел все-таки своего владельца. Вот смотрите. Удар. Пауза такая. И гримаса боли искажает лицо Суареса. Это как раз говорит о том, что вот эта вот наступившая боль с задержкой, то, что он попал точно в печени. Это очень больно, я вам могу сказать. Надеюсь, вы такой боли не испытаете. Ну, что вы думаете по поводу дальнейших перспектив Артура в полутяжелом весе? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вам понравился этот обзор. Смотрите бокс. Ведите себя нормально. А с вами был Дмитрий. Всем доброго. Удачи. И, как всегда, до новых встреч.